Через месяц, 28 июня, Могилёв отметит великую дату. 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Кстати, между обороной и освобождением нашего города есть некая магия чисел. Могилёв защищался 23 дня, а стал свободным за 23 часа. В семье каждого горожанина есть свой герой, и память о нём передаётся из поколения в поколение. В семье могилевчанки Владиславы Побрызгаевой много историй о героическом прошлом её предков. Одна из них – история жизни и подвига прадеда Владиславы Николая Фомича Тогаева. Он прошёл Великую Отечественную с первого и до последнего дня. Владиславе было всего 7 лет, когда мама рассказала ей одну из военных историй Николая Фомича, которая стала их семейной легендой. Случилось это в конце войны, уже в Германии. Он должен был в одиночку взорвать ДОТ вместе с 8 вражескими солдатами. Как существовал такой приказ, не шагу назад, он не имел права отступать. И у него это получилось с ценой его смелости и доблести. Николай Фомич награждён медалями за отвагу, за победу над Германией. А вот главную солдатскую награду Орден Славы Третьей Степени получала уже его семья. Удостоверение к ордену подписал президент России Владимир Путин. Он Серебряный Орден Славы Третьей Степени именно за его подвиг с ДОТом вражеский солдат. В семье Никиты Халипова в память о его прапрадеде Емельяне Ивановиче Халейкине не осталось даже фотографий. Родные так и не дождались его с войны. Емельян Иванович пропал без вести 80 лет назад, освобождая от врага Витебскую область летом 1944-го. Сегодня его праправнук Никита вместе с такими же мальчишками и девчонками – участник поискового отряда Т-34. Никита, ты занимаешься поисковой деятельностью, это очень благородное дело. А вот именно эта судьба твоего прапрадеда стала причиной того, что ты решил этим заняться? Да, именно данная история о моем прапрадеде действительно сподвинула меня на поисковые работы, на историческое-историческое направление. И я хочу, конечно, хотелось бы его найти и уговечить память. И одновременно я хочу помочь и другим семьям найти своих пропавших родственников. Второй прапрадед Никиты Иван Михайлович Зайцев вернулся с войны, а точнее с войны. Он участвовал в финской кампании, великую отечественную встретил в Бресте, в 1941-м оборонял Москву, а в 1945-м брал Кёнигсберг. Его награды для семьи Никиты – священные реликвия. Вот это награды моего прапрадеда. Это его костюм. Мы в семье решили, что мы не будем снимать награды и их куда-то перевешивать, потому что дед прапрадед мой так и носил данные медали, и поэтому мы решили так и оставить их. К примеру, юбилейные награды, к примеру, 70 лет со дня Советской армии, к примеру, данные награды юбилейные, 40 лет со дня Великой Отечественной войны, за победу над Германией данная медаль, медаль за оборону Москвы, медаль за боевые заслуги и орден Отечественной войны второй степени. Истории Владислава и Никиты – всего два из 1040 эпизодов книги «Семейные истории Великой Отечественной». Мы собирали их два года, а рассказывает один из авторов двухтомника Галина Беляева. Все начиналось как проект для могилевских школьников. Но затем мы стали получать письма от могилевчан, у которых в семьях нет школьников. Они обращались к нам с просьбой – мы гордимся своим отцом, мы гордимся нашим дедом. Не могли бы вы принять воспоминания, биографии об этом человеке? Второй том – он уже охватывал практически всю могилевщину. Потом пошли звонки и сообщения от людей из ближнего и дальнего зарубежья, чьи корни отсюда, из Приднепровского края. Авторы не отказали никому. Что же касается книги, продолжение следует. В новый том авторы планируют включить истории очевидцев, которые во время Великой Отечественной были детьми. Каждому есть о чем рассказать. У каждого своя история. Голод и холод, страх перед оккупантами, ужасы концлагерей, рабский труд в Германии. Как говорит Галина Беляева, они выжили, и это их подвиг. Они выросли достойными людьми, подняли из руин великую страну и воспитали достойную смену. Самые главные слова, которые они хотят передать для нашего молодого поколения. Война – это не игра. Не играйте в мальчики в войну. Война – это несчастье. Цените то, что имеете. Цените мир, который у вас есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова